Девятилетняя Настя Девятилетняя Настя Девятилетняя Настя Елена Астраханцева в шоу «Великанов» пришла 9 лет назад. До этого 20 лет работала хореографом-постановщиком в театре пластической драмы. Перед тем, как преподавать, сама с нуля освоила ходули. Самое главное, наверное, это желание, конечно, и переборочиваться какой-то страха высоты, наверное. Но если один раз это попробуешь, тебя это очень захватывает. Научиться балансировать, научиться стоять и в конце концов научиться чувствовать эти ходули как свои собственные ноги. Сделать это нелегко. Перед тем, как встать на метровые ходули, нужно покорить 50 и 70 сантиметровые. Опирайся на ножки. Начинаем попать. Сразу попать. Попать не бежи. Нет, никуда не бежать. Когда почувствуешь поп, потом будет, конечно, намного уже интереснее. Ты будешь уже чуть-чуть двигаться. При том, что эта высота на минуточку всего 50 сантиметров. Мне кажется, да, что я сейчас упаду. Научиться держать равновесие и ходить без поддержки можно за две недели. Профессионализм заключается в другом. Артисты должны уметь двигаться красиво и естественно, будто палки в продолжение ног. На это уходит не один год. В костюмерной у труппы шоу великанов можно потеряться. Здесь десятки масок и больше сотни разных нарядов. Чтобы артисты выглядели эффектно, дизайнер Ольга Слепцова-Нежинская часы проводит в мастерской, вручную пришивая каждую деталь. На платье у нас уходит 30, 35, 140 метров ткани. Потому что идут разные оформления, вот, оборки, вот. И смы тоже идет до 30 метров. В этом году и в Патерийскому театру на Хадулях 19 лет заслуженный коллектив России не раз заявил о себе на весь мир. И даже попал в книгу рекордов Гиннеса. Татьяна Балыкина, Андрей Псом. Утро нового дня.